Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Добрый вечер, Александр Борисович. И снова здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, уважаемые жители Щелкова. Я ваш на сегодняшний час. Ну давайте начнем с таких хороших, можно сказать, новостей, событий. По итогам прошлого года и первого квартала нынешнего года общественная палата нашего района заняла второе место в рейтинге всех общественных палат Московской области. А это больше семи десятков. Ну вот хочется и поздравить, конечно, вас с одной стороны. И с другой стороны все-таки поинтересоваться, за какие достижения вы, как знаете, кухню. За что такое высокое место могут присвоить? Ну спасибо за второе место, спасибо за поздравления. Единственное, что хочу сказать, что особых критериев, их вот каждый раз, они меняются. Каждый квартал в правительстве Московской области критерии меняются. Но вы знаете, наше правило, мы вообще в принципе не работаем ни за место и ни за эти критерии. Мы их по сути дела даже не знаем. То есть идет обычная работа, которой мы занимаемся. За дня в день, неделю в неделю, месяц в месяц. Единственное, что мы, может быть, более дисциплинированные, чем другие общественные палаты. Мы вовремя отсылаем те моменты, на которыми мы работаем, те проекты наши, те достижения в правительстве. Как бы они учитываются, складываются в одно единое. Хотя там много. Сколько публикаций в прессе, сколько выступлений на телевидении, сколько вообще мероприятий и так далее. По сути дела, быть общественной палатой никто нас и не учил. Кто пришел в палату, они тоже не знали. Я пришел в палату, я не знал, что это такое. Уже теперь сложился определенный алгоритм. И мы как бы работаем, колесо раскрутилось. И знаете, в чем хорошо, что мы взяли определенную планку нашей работы и хотелось бы уже где-то иногда ее приспустить, но уже не получается. Даже вот в принципе, я иногда своим коллегам говорю, ну давайте чуть-чуть как-то, потому что сегодня, чем хорошо, у нас есть даже период где-то передыха небольшой. Сегодня администрация активно работает, Совет депутатов. То есть мы как бы в целом с ними вместе работаем, да, то есть делаем одно дело. И я вижу, когда идет все правильно, то есть нет замечаний с нашей стороны, то есть можно было бы отдохнуть. Но мои коллеги, они не из таких, то есть они все дальше, дальше, дальше. Вот за это им отдельное спасибо. Ну как подтверждение тоже ваших слов, вот если зайти на сайт общественной палаты Московской области, там тоже выкладываются новости, события, работа общественных палат муниципальных. И вот Щелковский район там чаще всего, наверное, встречается. Я просто посмотрел, что-то. То сделали, то сделали, то сделали. Я даже, честно говоря, был удивлен. У нас была проблема именно по Щелковскому району. Наш сайт в Московской области, он завис. У нас менялась там девушка, которая мне помогает, да, то есть которая отправляет. И он завис, и как бы нашей информации не поступало. Я как бы очень был стревожен. Ну, действительно, когда ты делаешь работу, ее надо уметь показать и правильно показать. Это самое главное. Еще я работал учительом в школе в начале 80-х годов. Мне директор всегда говорил, мало работать, надо уметь ее показать. И, видимо, тот принцип, который был заложен в те годы, вот он сегодня так вот во мне живет. Ну и коллегам я всегда говорю, если вы, мы же ежеменедельно ездим в правительство, в общественную палату Московской области, в облдуму. И я всем говорю, своим товарищам, коллегам, я говорю, если вы едете туда статистами, лучше не надо. Вы должны приехать, первый, второй ряд, это ваши места, раз. Выступление, а нам всегда есть что сказать, это два. И, соответственно, определенный материал, который они оттуда привозят, это три. И действительно, людям стало интересно. И поэтому вот сегодня на любом уровне как-то Щелково всегда, вот общество Щелково, она слышно. Ну, кстати, тоже, если уж заговорили о сайте, то недавно у вас сайт обновился, наш Щелковский, очень хороший, полный, такой интересный. Ну вот у нас, да, спасибо, вот у нас промышленники, предприниматели оплачивают наш сайт, потому что у нас денежков-то нету. И получается, что мы открыли, считай, в конце года, уже он полноценно заработал. И я вот слышал тоже разговоры, кто заходит через сайт Щелково на наш, то есть они как бы попадают на тот старенький сайт. А если действительно нажимаешь ОП Щелково, да, и сразу вот наш сайт, все новости, все документы, все наши решения, советов, то есть он, по сути дела, у нас совершенно открытый. То, чего мы всегда и добиваемся от органов местного самоправления. Ну, можно зайти еще через сайт администрации Щелковского района, через раздел общественная палата. Да, так же можно там заходить. Ну, там вот сейчас он как раз хорошо стал вырисовываться, а раньше как-то зависал там старый. И кто-то из депутатов меня как-то упрекнул. Заходил тут на ваш сайт, мы-то им уже гордимся. А кто-то из депутатов говорит, зашел на ваш сайт, там у вас отстой, типа вот Парковая 12 еще там и какие-то. А это старый вариант, да? Это старый вариант, он как бы, я не знаю, откуда он там выпрыгивает, то есть, но, и действительно люди разочарованы. То есть, хороший сайт, УП Щелкова, общественная палата Щелкова, хотите по латыни, хотите на русском, он все равно вырисовывает. То есть, в любом случае. Ну, давайте поговорим о конкретных делах. Вот много месяцев тянулась ситуация в городском поселении Загорянске. И еще с лета прошлого года общественная палата взяла на контроль ситуацию там. Если можно, чуть подробнее расскажите, как происходило. Ну, я напомню телезрителям, по сути дела, общественная палата, как коллегиальный орган, то есть, мы не, условно говоря, у нас общественная деятельность, то есть, мы не на работе, мы не на оплате. Это самое главное. Никто не на оплате, председатель и его родственники в Щелковском муниципальном районе не работают, не числится, не значится. И это именно право дает видеть ситуацию, как бы такая, как она есть. Я вот серьезно могу сказать. И вот когда задан такой тон, вот и мной лично, то есть, мне никто не может упрекнуть там землей, там, должности и так далее. То есть, как бы, и поэтому, что у меня есть такой взгляд, не сказать, что я там супер независимый человек, но я всегда вселяю уверенность и в своих коллег. И они действуют точно так же. И когда основные формы нашей работы все равно это опрос населения, работа с гражданами, обращениями гражданами, работа общественных приемных, значит, мониторинг ситуации по этим делам и проведение публичных слушаний, проведение общественного контроля. То есть, это основные формы, которыми мы сейчас руководствуемся. Если говорить о контроле, вот 212 закон об общественном контроле и закон Московской области, они сегодня как раз дополняются некоторыми положениями, которые правительство разрабатывали на основе опыта Щелковской общественной палаты. Дело в том, что вот многие считают, что контроль в чем должен? Мы же все как бы немножко контролируем. И цены в магазинах, и цены в аптеках, и предоставление услуг, и там и скорой помощи, и здравоохранение. То есть, во всех сферах. Не говоря уже там об экологии и так далее. Но все-таки основная деятельность общественной палаты по законодательству, это контроль за органами местного самоправления. Вы знаете, наш принцип, мы с вами в той передаче говорили, это контроль через участие. И уж коли мы сегодня перешли к Загорянке, даже депутаты, которые выбрались в Загорянку, такие наиболее энергичные депутаты, они все выходцы из общественной палаты. Вот там взять Майдер де Колуна, ну как бы, дело в том, что и когда они работали в палате, и перешли вот в начальном этапе в депутаты Загорянки, они там говорили, слушайте, тут было гораздо, ну драйва было больше, интереснее, мы делали больше, то есть все. Но я очень благодарен, что они как бы выполнили с честью, ну не выполнили, вот выполняли с честью доверие избирателей и сегодня. Вот если говорить по Загорянке, то мы с июля 15-го года проводили общественный контроль. То есть будет уже почти. Да, уже скоро год. Проводили общественный контроль в Загорянке, и естественно, ну по всем параметрам, и совет депутатов мы смотрели, и работу администрации, и правовые моменты и так далее, комиссионно как они работают. Потому что, вы же знаете, что такое проверка, любой план можно записать за одну ночь. Но ты за ночь не напишешь протокол собрания с жителями, ты за ночь не напишешь протокол заседания комиссии, решений комиссии и так далее. Конечно, все это всплыло, как бы все это мы видели, видели, вот как бы сколько людей, как устроено на работу. Но я не буду сейчас в детали уже вдаваться времени, у нас с вами не так много. Но итог, что мы провели все формы общественной проверки, вот на примере городского поселения Загорянский, которые нам дозволены законом. И итог был это проведение общественных слушаний, то есть мы провели, я благодарен всем тем, у нас же даже руководители общественного контроля, группы общественного контроля менялись. Был Черных, Олег Викторович, а потом, ну это очень тяжело и ответственность всегда, а потом возглавил Данилов Юрий Владимирович, он и член общественной палаты Московской области, и член нашей палаты. Вот, как бы, конечно, человек молодой, ему тоже он и переживал, и нервничал, но с другой стороны отнесся ответственно к этому моменту. И когда мы провели общественное слушание, по итогам общественного слушания мы провели свое заседание, приняли решение. Решение было, уже оно в щелку и не однажды озвучено, что все-таки руководитель администрации должен подать его отставку. Но мы-то, я вам еще раз говорил, что мы-то рекомендательный орган. То есть мы, конечно, Алексею Васильевичу, Надежде Владимировне написали свое видение вопросов, но самое главное, что мы подготовили 288 листов, это обращение, письмо, личное письмо губернатору Московской области Андрею Юрьевичу. Вот, и это колоссальная работа, 280 листов, каждый лист это работа. Александр Иванович, я сейчас вас перебью, давайте я хочу напомнить нашим зрителям, показать видеосюжет. Мы, телерадиокомпания наша тоже поработала, естественно, снимали. Да, спасибо вам. Все эти мероприятия, такой некий сборный сюжет, вот как раз по трем основным вехам, так скажем, да. Это и общественное слушание, о которых вы сказали, и заседание палаты, где было принято обращение, и, наконец, уже итоговое мероприятие, так скажем, это заседание Загорянского совета депутатов, где заслушали отчет руководителя Загорянской администрации Ольги Решетиной, и, соответственно, признали работу неудовлетворительной. Так что, давайте посмотрим. Работа властей городского поселения Загорянский с лета прошлого года была под пристальным вниманием общественной палаты. В связи с многочисленными обращениями жителей там была применена установленная законом процедура общественного контроля. 27 февраля прошли общественные слушания, на которых были систематизированы и озвучены жалобы жителей на деятельность органов местного самоуправления с предоставлением доказательств. Лейтмотив слушаний – жители не могут достучаться до своей местной власти, которая очень многие вопросы оставляет без внимания, в их числе содержание дорог, благоустройство, водоснабжение, землепользование. Администрация Загорянки и общественной палате не предоставила адекватных ответов на вопросы, хотя ей после слушаний было дано еще две недели. На заседании палата утвердила протокол общественных слушаний, а также документ, который может в корне изменить ситуацию в органах местного самоуправления Загорянки. Направить в адрес губернатора Московской области обращение с просьбой о досрочном освобождении от должности руководителя администрации городского поселения Загорянский Щелкос-Муниципального района решительной за утрату доверия с приложением, естественно, всех материалов публичных слушаний. Маленький зал заседания Загорянской администрации не смог вместить всех желающих послушать доклад. Жители стояли даже в коридоре. Ольга Решетина рассказала вполне успешно, и с ее точки зрения о работе администрации упомянула и о проблемах. После 40-минутного доклада по регламенту было отведено полчаса на вопросы депутатов и столько же на вопросы жителей. Местные жители со многими положениями доклада были не согласны. Основные претензии граждан к работе администрации – плохое состояние дорог, несвоевременный вывоз мусора и отсутствие контакта с населением. Вы ни одной проблемы, из-за которой мы сюда пришли, вы ни одной проблемы не раскрыли. Ни одной. Доклад вообще какой-то невразумительный был. Вроде как нам одолжение. Да что это такое вообще? В итоге депутаты единогласно признали работу руководителя Загорянской администрации за прошлый год неудовлетворительной. Общественная палата, в свою очередь, проделала титанический труд и по результатам общественных проверок, проведения общественных слушаний направила документ, который состоит из 288 страниц на имя губернатора Московской области, на имя руководителя Щелковского муниципального района. И вот как сегодня депутаты при принятии решения руководствовались семью принципами губернатора Московской области и основными из них – это житель всегда прав и открытая доступная власть. Ситуация и, собственно, на том же седании Совета депутатов было принято обращение к руководителю администрации Ольге Решетиной о том, чтобы она досрочно сложила свои полномочия. Вот уже больше недели прошло. Какая ситуация? Ну, вы знаете, как бы наша задача – вскрыть нарыв, да? Показать, где больное место в районе. И дальше уже, как бы, действия происходят в вышестоящей организации. У нас есть высшие должностные лица в Московской области, в районе. Вот. Но вот когда мы к вам сегодня шли на передачу, вот последняя информация, что вот уже сегодня к вечеру, там, да, по-моему, кабинет решительно опечатан. Я вот не буду дальше, как вы говорите. Это, вы знаете, есть некий такой у нас шуточный лозунг – палата живет сплетними слухами, там, да? Потому что мы не все можем доказать, но Щелкова – небольшой город, поэтому мы приблизительно уж в таких людях, которые медийные, которые публичные, ну, мы все, про всех вдруг, ну, знаем тут какую-то информацию. И поэтому вот сейчас, что дальнейшее будет, какие моменты после опечатывания кабинета, но я так полагаю, что решением главы поселения, то есть, как бы, будет все-таки посмотрим вопрос. А дальше мы будем ситуацию, там, в газетах вы еще расскажете, спасибо вам, все-таки вы с нами сотрудничаете, поэтому. Вот, ну, я считаю, тут хорошее достижение, как бы, это пример другим главам. Вот, как сказал Алексей Васильевич, вот есть главы, предположим, которые, может быть, я не очень симпатизирую. Ну, не я, имею в виду, там, кто-то из нас, приходят, вот, жалуют, жители, да и наши, как бы, члены общественной палаты. Вот этот глава такой, вот он нам то-то запретил. Это не значит, что мы пришли, нам везде дорожку открыли зеленую, нет. Но если глава работает хорошо, не скажешь, что плохо. Это я всегда сравниваю с доктором, да, то есть, если доктор нудный, ругается, но он тебя хорошо лечит, это хороший доктор. Если доктор ласковый, там, тебя обнимает, подушечку поправляет, но ты вдруг умер, то это плохой доктор. Вот, и я вот сравниваю любую работу, вот, органов местных сооружениями с этим, да, не всегда получается ласково работать. И у меня не всегда получается ласково работать, хотя я общественник, так сказать. Ну, вот еще одна тоже такая острая ситуация сложилась у нас в районе, это СНТ Студенка, городское поселение Свердловский, тоже история тянется, ну, я имею в виду, тянется под вашим контролем. Контролемая общественная палата тоже с лета прошлого года, а, собственно, сама эта история уже не первый год. Ну, да, она уже такая, с душком. Не очень, скажем, точное межевание земли, садовых участков и так далее, тоже были иски со стороны жителей, ну, скажем так, жителей, дачников, членов этого товарищества. Как сейчас там? Ну, мы, знаете, как будто мы говорим об одной студенке, но вот с того момента, когда мы с вами виделись, к нам обращаются гаражные кооперативы, садоводческие кооперативы, то есть они сегодня как-то в палате видят гарант то, что будет все произойдет по-честному, да, мы чего все люди боятся, чтобы было не по-честному. Ну, а что касается студенки, сегодня как бы и районные власти, и местные поселения их, то есть как бы там оказывают уже поддержку в оформлении участков тех, кто был обижен, ну, действительно, права людей были нарушены. Не сказать, что эта работа завершена, но она как бы двигается, то есть администрация повернулась лицом к тем жителям, чьи права были нарушены. Ну, а вы знаете, у нас же правовое государство, так условно говоря, щелкаю не исключение, как бы где-то что-то нарушено, там, как все идите в суд, ну, суды, вы знаете, тоже это бывает тяжкое, поэтому мы как бы стараемся избежать вот этих углов судов, тем более, возьмите обычного человека, которого там семья, там дети, внуки, предположим, да, и когда ему там ходить по судам-то, сейчас надо на даче что-то сажать там, то убирать, то готовиться. Поэтому, по сути дела, если мы добиваемся того, что вопрос решен мирно, полюбовно, и администрация идет навстречу, я считаю, это хорошее решение вопроса. Ну, помимо контроля, помимо проверок, естественно, общественная палата, насколько я знаю, предлагает еще и какие-то свои проекты, естественно, связанные с социальной поддержкой. Для того, чтобы и нашим гражданам легче, лучше жилось, ну, вот, в частности, могу назвать такие проекты за последний год, как создание Центра поддержки материнства, детства и детства, компания «Дети, солнце и дождя», это помощь детям-инвалидам, общественный совет в Монино, ну, и так далее, Щелковский управдом, вот давайте об этих поговорим. Вы знаете, есть, я сразу скажу, что есть и положительный опыт из этого, есть отрицательный. Почему, по сути дела, мы как-то вот посидели, вот совет собирался еще, и вот возникла необходимость, и мы объявили 2016 год, год работы с общественными организациями. Теперь уже всем понятно, любому уровню администрации, совета депутатов, районных, городских, сельских, что без общественности сегодня двигаться нельзя вперед. Но, вы знаете, что я хочу сказать, и каждый знает в нашем уровне, у нас, я даже четко уже не знаю, сколько у нас общественных организаций, но, как бы, в зависимости от того, когда будут выборы, их количество либо увеличивается, либо уменьшается, ну, в среднем 60, будем говорить. Какая зависимость? Перед выборами больше становится. Ну, конечно, перед выборами, вы знаете, каждый человек, который идет, вот едет на работу, он уставший, он обычный человек или какой бытовой, но стоит ему зайти в кабинет, он становится тем, кем становится. Ну, также и выборы, то есть, как бы, чем ближе любого уровня выборы, тем больше общественных организаций находится. Мы, как бы, был у нас такой эксперимент, мы за каждым членом совета, ну, условно закрепили несколько общественных организаций, чтобы сделать такой срез, чем она занимается, организация, и, самое главное, какую пользу она району приносит. Если вот, и почему объявили год общественных организаций, потому что мы все-таки, вот, когда пришел новый руководитель Алексей Васильевич, теперь уже говорит новый, он уже у нас тут посидел весь, то есть, условно говоря, да, уже у него стаж, там, год за три идет здесь, вот, и избран совет депутатов был, то есть, у нас было, как бы, предложение создать единый общественный центр. Вот, а он просто назревал. Возьмите, где у нас, вот, вы знаете, администрация всегда меняется, вот, я уже третий созыв в общественной палате, и я вижу столько здесь должностных лиц, которые, вот, отвечают за общественные организации. Знаете, с чего они начинают? С чего? Там, полгода изучают, сколько у нас общественных организаций, знакомятся с ними, там, приглашают для встречи. Даже вы не можете сейчас назвать точно ничего. Ну, давайте я назову 65, ну, как бы, да, вот. Вот, но на самом деле, вот, я считаю, что порядки 20 организаций у нас, которых бы мы хотели объединить, вот, как гражданское общество. То есть, я даже не буду сейчас называть ни одну из них, чтобы не обидеть других. Но дело в том, что реально, которые, вот, что-то создают, социально адаптированные, нужные населению, нужные власти, условно говоря, потому что любая общественная организация тоже может, как бы, осуществлять общественный контроль. Но единственное, что, вот, по закону 212-му определенный контроль только через общественную палату. Но в любом случае, общественные организации, которые работают с палатой, они всегда рассчитывают на поддержку. И у нас тут и положительный опыт есть, и вот, как вы сегодня заметили, есть отрицательный. То есть, как бы, и мы не снимаем, вот, положительно, вот, дети солнца и дождя. Уже о них рассказывают, что-то знают, где-то, может, правильно, где-то, неправильно. Я всегда говорю, человек, который работает, в нем всегда можно найти плохого много. Хороший человек, не работающий человек. Он никому плохого не сделал. То есть, правильно? Вот, и я вот тоже так же рассуждаю в этом плане. Дети солнца и дождя, а потом вот, которые, это же единственное, знаете, у нас как-то в правительстве был доклад, и я не помню, кто, Юденич, по-моему, спросил, там, или Горгадзе, Шот Олегович. Говорит, ну, а вы что-то положительное вообще, есть какой-то результат вообще от вашей палаты? Я говорю, ну, я так был неожиданно к этому вопросу, говорили совершенно о другом просто. И я там подумал, говорю, вообще-то есть. Вот там три года назад вот эти мамочки, у которых дети больны аутизмом, они появились в общественной палате, так как-то их, они даже не знали, где мы находимся, потому что у нас не было помещения. Но они как-то нас нашли, мы посидели, услышали их, как бы, и получилось, что через некоторое время создали общественную организацию. Конечно, они сами все создавали, но мы, как бы, методически им оказывали помощь. Потом была активная работа, когда было общественное слушание по генплану города Щелково, то есть те предложения по созданию центра, который будет обслуживать этих детей, как бы, да, то есть, потому что они обращались, им предлагали и в пятой школе один класс, и где-то вообще их, как бы... Ну, сейчас вы имеете в виду говорить о реабилитационном центре, да? Да, вот сегодня, вот, и вот в первое время-то слово реабилитационный, когда класс выделяет, и, представляете, сколько детей у нас, и какой-то класс, понятно, что это убогость, конечно. А сегодня, вот, в Медвежьих озерах шикарнейший реабилитационный центр построен, там вообще, как бы, и всегда говорят, вот, есть хорошая поговорка, на Руси обещанного три года ждут. И вот от создания общественной организации, вот такие, когда пришли Снежана и Яна, я помню, девушек звали тогда, робкие, ничего не знали, такие, но у них был напор, у них было желание, они уже многокуда обращались, они проехали по всей Московской области, посмотрели реабилитационные центры, практически везде были, ну, вот такого плана, вот такого плана. То сегодня, за три года, вот, при поддержке, там, депутатов, нас, как бы, вот, руководителей администрации области, то сделали, конечно, строительные компании, конечно, я считаю, молодцы, такой шикарный центр построили, и он теперь крупнейший в Московской области. То есть это, ну, вот, я считаю, что ни один, ни палата, ни советы депутатов, ни любой руководитель, ни один глава в одиночку ничего не сделает. Вот ничего нельзя сделать в одиночку. Если вот все совокупности подключаются к тому или иному, то получается, что итог-то вот он, пожалуйста. Понятно, что основная финансовая нагрузка, на кого ложится, мы уже не будем это озвучивать, но в итоге, и вот про общественные, в итоге что-то получается. И вот взять эти общественные организации, которые я говорил, вот, у нас, то мы создали, вот, оно, управдом. Это нужнейшая организация, вообще важнейшая. Эта задача была 15-го года, вот мы начали эту работу. Это собрание управленцев. Это представители советов на квартирных домах, потому что у нас сегодня безграмотность населения, условно говоря, обычного населения, ну, действительно, почему они должны быть грамотными там, во всем, да, то есть, как бы, вот. Вот, и получается, что вот этими лазейками пользуются управляющие компании, которые лучше побольше своруют у них денег, давайте я так прямо скажу, и наймут не одного юриста, а четырех юристов. И все равно они за поезд заткнут любого жителя, какой бы там ни был. Появляются грамотные активисты. Поэтому, соответственно, мы создавали вот эту общественную организацию в надежде проведения методических семинаров и так далее, и так далее, и так далее. Но мы тогда шли немножко впереди паровоза. То есть, еще в области не было такой ассоциации, а в Щелково уже она создалась. И почему первый форум «Управдом» прошел на базе Щелково? У нас их прошло два теперь «Управдома». Они раз в год проходят, в 2015 и 2016 году. И прямо могу сказать, что комиссия по ЖКХ, вот, Гончарова, Надежды, на ее сторонники, они приложили к этому максимальное усилие, чтобы форумы проходили неформально. Там присутствовали и жители, понятно, и советы на квартиры домов. Но у нас получалось, что мы... Вы знаете, сейчас сам губернатор обил такой принцип. Молодым везде дорога, да? Но, наверное, это и правильно. Надо обучать молодых. И мы тоже поставили на своего коллегу, он довольно-таки молодой. И хотя весь титанический труд за него в тот момент сделали другие люди, которые работали, ездили и так далее, имеющие свой потенциал среди жителей. Но получив так, что получив портфель, условно называется, он отвернулся от общественной палаты, стал заниматься своими делами. Понятно, бизнес это хорошо, и там у него и благотворительные фонды, это тоже хорошо. И я не понимаю, как может все в одном человеке. И общественность, и бизнес, и благотворительность, все это... Я всегда говорю, где честность, туда денежки не идут. Это я вам уже точно могу сказать, да? Поэтому, в принципе, он начал свою игру играть. В администрации я его каждый день встречал. В палате, сколько бы мы его ни приглашали, это наш коллега. Мы его приглашаем. Член палаты. Да, мы на сайте той же открыли окошко информационное. Оно, щелкотки управдок. И я-то думал, что это наша гордость, оно будет наполняться. Юридическая помощь, методическая помощь жителям и так далее. Но была тишина и пустота. И вы знаете, как всегда говорят, мы же такие все, как в советских времен, все перевоспитывают. Тем более, мы же общественники. Мы один месяц, второй месяц, третий месяц. По сути дела, потом выяснили, что вот это управдом, некоммерческая организация, она даже не зарегистрирована в Минюсте. За столько месяцев, честно говоря. Но даже меня это не волнует, зарегистрирована нет. Сегодня мы пошли по другому пути. Пока мы тут буксовали на месте, область уже сделала ассоциацию. Такую же, да? Энергичная такая девушка ее возглавляет. И многие районы... Александр Борисович, вынужден прервать вас. У нас время нужно выходить на перерыв, посмотреть очень полезную рекламу. Мы вернемся к этой теме. Обязательно я обращаюсь к нашим зрителям. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Буквально через 3-4 минуты вернемся в студию. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что сегодня в гостях у меня председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы моему гостю. Но мы продолжим наш разговор. Начали тему, так скажем, не очень успешного проекта общественной палаты. Оно! Автономная и коммерческая организация. Щелковский управдом, да? Председатель или кто там, глава этого? Я сразу продолжу. Сам отстранился от работы, да? Что сейчас? Он не то, что отстранился, он вообще не принимал никаких решений. И контроля, ну не то, что контроля, взаимодействия с общественной палатой не было. Мы пытались... Мы вообще все равно все знаем, что происходит. Но официально мы пытались один раз повлиять, второй, третий, там сотый раз повлиять. Но в итоге получилось, что на заседании общественной палаты было высказано недоверие. В том плане, что мы понимаем, что все ошибаются люди. Любой. Я могу взяться за ту работу, которую не тяну. Но я должен перед собой честно сказать, да я не тяну эту работу. Вы поручите мне другую. Или я хотел бы вот этой заняться. У нас и принцип такой в палате. Вот чем хочешь заниматься, что ты больше всего знаешь, тем и занимайся. Потому что, условно говоря, если человек работает в образовании или в здравоохранении, в вопросах малого и среднего бизнеса, понятно, что они не понимают. Потому что это, условно говоря, спонсорские организации, которые бизнес видят, это все-таки меценатство. Так и тут тоже. Вдруг человек не понял. Да бога ради, оставайся нашей коллегой. Не надо нам плевать в душу. Я всегда говорю, что не надо нас сторониться. Не надо избегать. Ну а уж если ты считаешь, что тебе не нужна палата, ну приди честно скажи тогда. Я выхожу из состава общественной палаты. Я умнее вас. Вот мы тут все глупые, а я умнее вас. И это хорошо. Потому что на моем примере, вот только этот человек успешно развивал бизнес в Щелково. Все остальные, никто здесь бизнес не развивает. У нас бизнес это создание общественных центров, объединение общественных организаций. Условно говоря, я так и моральный бизнес, который денежку не приносит. Поэтому я не знаю, конечно, но мы сейчас пытаемся исправить ситуацию. То есть у нас те люди, которым мы сначала, я тактично сказал, давайте молодежи уступим дорогу. Вот, а в частности, вот Надежда Юрьевна Гончарова, она знамя нашей справедливости в вопросах ЖКХ. Ну, назвал я ее одну, у нее комиссия там 18 человек. Вот, и которые все там по дорогам, по этим, то есть как бы по строительству и так далее. То есть они, да, действительно, они безразличные люди. Безразличных мы всех, извините, ушли у нас из палаты, да, так сказать. Давайте еще об одном проекте, успешном, поговорим. Это тоже связь, обратная связь с жителями. Общественный совет в Монин, я имею в виду, когда инициатива, вот она возникла в конце прошлого года, инициатива жителей была услышана наверху, и вот уже в этом году общественный совет наконец-то появился. Я предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как все начиналось. Давайте посмотрим. Активно проявили себя жители городского поселения Монина на приеме руководителя администрации Щелковского района. Решение проблем в развитии малой родины здесь видят в совместной работе властей и населения. Создать общественный совет предлагает местный житель, президент благотворительного фонда «Просвет» Юлиан Нестеров. Он уже как бы открывает определенные вопросы, что народ может помогать спокойно и администрации, и депутатам, и всем, работает нормально, конструктивно. На взгляд жителя городского поселения Монина появление такой структуры поможет решить множество вопросов, в том числе содействовать в борьбе с такой страшной напастью, как распространение наркотической зависимости и алкоголизма. В рамках приема руководитель районной администрации обещал поддержать идею создания общественного совета, а проблему распространения наркотических веществ взять на контроль совместно с правоохранительными органами. С Макаром поработаем, чтобы был обязательный общественный совет, который займется в том числе и общественным публикацией подобного рода состояния и положения дел по наркотикам и по алкоголю. Ну вот, Александр Валерьевич, без вашего участия тоже здесь не обошлось. Расскажите подробно, как это все сложилось в итоге. Да, что нас слышат. Но, вы знаете, необходимость общественных советов возникла тогда, когда мы видели какие-то главы, ну или руководители администрации, сейчас уже, понимаете, по двум схемам мы работаем, да, то где они дают осечку, вот, реально в принятии своих решений, опять же, это наш взгляд обычных жителей. То есть понятно, что мы руководствуемся взглядом жителей, которые живут на этих местности. Вот, и, конечно, мы приняли, сами разработали положение об общественном совете. Я считаю, оно было демократичным, хорошим, то есть также равной представительности, как мы его избирались в общественную палату, так и совет там принимался тремя частями. То есть, ну, я не буду сейчас системой говорить, но общественный совет очень нужен. Почему? Потому что не только из-за того, чтобы контролировать там руководителя администрации или главу поселения, а для того, чтобы, наоборот, глава поселения и руководители администрации могли всегда посоветоваться с людьми. Сегодня говорят, что, ну, есть же советы депутатов, да, если, например, то, ну, в каждом поселении совет депутатов тоже есть. Но это все-таки представительная власть. Это представительная власть, да. Они обладают какими-то полномочиями. Общественный совет – это рекомендательный орган. Общественный – это исключительно рекомендательный. То есть, я не знаю, почему они боятся. Условно говоря, любой глава хочет его слушать, хочет его не слушать. Но, условно говоря, принцип губернатора-то как бы нарушается это 100%. У нас же тоже есть рейтингование каждого главы. У нас есть общественный рейтинг каждого главы поселения. И где основным критерием слышит он свое население или не слышит он свое население. Умеет с ним разговаривать или не умеет с ним разговаривать. И мы как бы рекомендовали двум поселениям, где наиболее остро все-таки социально напряженная атмосфера. Это Монина и Загорянский, про которые мы же сегодня с вами говорили. И Монина, если будем говорить, что Загорянский – это все-таки дачная структура, которая же много десятилетий имеет статус дачного поселка. То Монина – это гордость России всегда была. Это военная структура. Военная структура. Там люди немножко другого характера. И там, я считаю, что там и глава, и генерал, и лейтенант, условно говоря. То есть там все так и осталось. Поэтому, в принципе, конечно, общественный совет, многохарактерный общественный совет. Пусть там будут и военные, и творческие интеллигенции. И, условно говоря, люди там, ну, будем так говорить, что нейтральных профессий. Да, там просто общественники. И мы как бы вышли, ну, я не буду, как мы его создавали, но очень долго. И вот, например, каждый глава говорит, и в то время Иван Николаевич, я вот создам свой общественный совет. Но чего это смешить людей? Что вот я глава поселения, какой я создам общественный совет? Вот я возьму тех, кто мне, извиняюсь, будут дуть в одно место, и они будут считаться общественным советом. Нет, общественный совет – это надо уметь разговаривать с людьми, договариваться. И общественный совет мог слушать власть, которая вот сегодня, понимая, что человек, который не понимает, как работает власть сегодня, он вообще может только ходить целыми днями, с утра до вечера все. Но на самом деле, когда ты начинаешь понимать, вот внедряешься в эту структуру, но с точки зрения общественника, конечно, то ты понимаешь, что не все проблемы так легко решить. У нас же как все привыкли? Барин придет, барин рассудит. А некоторые вопросы можно самому решать. И на уровне и общественного совета, и руководительной администрации. И вот там в Монина как раз ситуация, что она была долгой. И каких только юристов не подключали. Им у нас этих писем. Во. Вот так неправильно. Тут вот так неправильно. Тут так неправильно. Первое заседание совета, там, выходной. Я поехал, у нас выходные тоже как бы. Рабочие. Получается, что я, вот там вот, что у людей верное воскресенье, у людей Пасха, а мы везде где-то туда. И еще приезжаешь, не всегда же о себе хорошее слышишь. То есть, как бы, ты понимаешь, что ты ушел из семьи, там, ну, как бы, да, жертвуешь, там. Не всегда хорошее слышишь. Ну, и вот в Монина мы приехали тоже выходной. И, по сути дела, прям в последний момент отказали нам помещение. Ну, и не нам, а общественным советом Монина оказали в помещении. То есть, получилось, там, кто-то кому-то позвонил, нашли какое-то помещение. То есть, какая-то партизанщина вообще там, ну, я не знаю, как бы, вот, цивилизованное общество. Если все, ну, будем говорить, если оборачиваемся мы на Европу, общественный совет, чего они там, они собрались в пивном баре, ну, понятно, цивилизованном, порешали вопросы, глава их услышал, пошли дальше. То тут у нас все так заполитизировано, все, каждый боится опустить власть. Но, забегая вперед, хочу сказать, что сегодня и те, и другие пересмотрели свои отношения. И Иван Николаевич, кстати, ну, как-то, не знаю, расположился сейчас к совету. То есть, теперь не вызывает сомнений, что совет. И совет говорит, что, как бы, можно работать с администрацией. И можно услышать и увидеть. Но всегда, говорит, когда такое сближение происходит, например, меня, как председателя общественной палаты, всегда немножко настораживает. Но я всегда говорю, что общественность, это не всегда должна быть оппозиция. Общественность, это, в первую очередь, предложение к улучшению жизни. И именно поддержка людей от твоих предложений. Не то, что человек поспал, что-то почитал, встал утром, а я вас хочу научить, как жить. То есть, как бы, у нас у каждого свои эти тараканы. Тем более, общественники, это более восприимчивые люди, ну, вообще, как бы, к любым процессам. И вы знаете, что, вот мы второе место занимаем по рейтингу, да. Когда давали рейтинг, ну, хотелось войти хотя бы в десятку. И я единственное, что бы говорил, только бы не номер шесть. Только бы не номер шесть. А почему такое суеверие? Ну, по Чехову палату номер шесть, да. То есть, как бы, ну, вот. И, как бы, и, конечно, мы все тут немножко тоже своими сдвигами. Но, тем не менее, администрация за дня в день занимается одним и тем же. Общественники занимаются разными вопросами, да. То есть, как бы, если есть замглавы по ЖКХ, вот вы говорите, там, тот же оно. Вот сегодня начальник управления, мы к ним уходим. Поэтому он пока еще не понимает важность вот этих созданий советов на квартирных домов. Кто в конечном итоге будет... Все равно губернатор спросит. Он все равно спросит. И кто будет на ковре стоять? Валов. То есть, как бы, а начальник управления не понимает. А он его зам. Ну, там, человек, которого он нанял. И получается, что иногда все идут, вот сегодня к Валову, да, там, вот как Валов сказал, создать общественный совет. После этого он еще говорил, Алексей Васильевич, при мне на любом оперативке, в поселении, где проблемы, общественные советы нужны. Вот так, понял, Иван Николаевич? Тот голову опустил и, не знаешь, ну, совет не принимали. И вот, понимаете, вот сегодня вот каким-то образом все это потихонечку аккумулируется. И, конечно, искусственно созданные вот эти вещи, они не приживутся. Если вот это все изнутри идет, если глава понимает, что ему есть с кем пообщаться, то и если совет интересен, то есть у него есть ресурс умственный, там, юридический какой-то и вообще энергетический. И ведь от жителей, если человек идет от жителей, и не надо это путать с депутатством, если я говорю, что депутат это уже немножко другая обязанность. Общественник, он как бы, я по сути дела никому ничего не обязан, он авторитетный человек среди того, где он живет. И, если хотите, я выскажу свое мнение. Другой общественник говорит, что я хочу добиться того, чтобы мнение вот этого человека было услышано. То есть, ну, как бы так. Слава Богу, что совет начал взаимодействовать, работать, а дальше время покажет. Ну, Монин, это такая своеобразная первая ласточка, конечно, да, в Загорянке обошлись. Вот без общественного совета, там, совет депутатов поработал вместе с общественной палатой. Ну, я думаю, что там был бы очень хороший общественный совет на Загорянке. Пока вроде такого не нужно. Ну, вот вы как раз сейчас, говоря об общественном Монинском совете, затронули тему помещения, что помещения не давали. Продолжим эту тему, да. Реабилитационный центр в том же новом городке, там с помещением, ну, будем говорить, повезло, да. Потому что там все-таки готовое здание было. От военных осталось, да, бывшего человека. Ну, была казарма там или что там, да. Ремонт сделали, ну, в общем, естественно, здание это добротное. Ну, а вот то, что вы говорите, центр общественных инициатив. Мы сегодня начали с вами говорить. Все-таки мы на базе общественной палаты, конечно, хотим создать центр общественных инициатив. У нас как бы уже мы зарегистрировали, ну, не мы, а вот центр сам зарегистрировался в Минювосте. Есть программы, есть желания, есть понимание. И, кстати, администрация, и совет депутатов понимают, что сегодня нужен такой центр. У нас одних общественных организаций, у нас же сегодня на совещании у губернатора что было сказано? Самый Щелковский район 50 тысяч составляет военные городки, ну, население, да. То есть, как бы, самый большой в Московской области. Вот. И получается, что у нас одних ветеранских организаций очень много. И действительно работающих. И тоже вот представители этих ветеранов, советов ходят. И опять же к Алексею Васильевичу. Надо то-то, надо то-то, надо то-то. А мы вот с вами, как жители, не очень можем понять, а где же эти общественные организации? Да, на площадь Ленина придешь, они там туда-сюда, вот так они рожируют. Но я считаю, что нужен центр, где любой житель мог прийти в одно место и увидеть единый общественный центр. Конечно, там они не будут всегда сидеть эти общественные организации, пусть и 20, которые сегодня как бы обозначены вот нами. Но они реально работающие, будем так говорить, что и польза от них есть, и социальная направленность есть. И я считаю, что, конечно, и каким-то образом и финансирование должно так происходить. Мы сегодня понимаем, что финансирование общественных организаций, оно должно быть, обязано быть. Потому что мы, и я так говорю, и другие общественные организации, они обижаются. Да, в качестве попрошай, но нельзя идти там. Вот сегодня был у нас на приеме с Чикаловской активистом, он 41-й километр Бахчеланджи, он аллею хочет, узников сделать там. Да всего-то 500 тысяч там, да, как бы. А вы посмотрите, заботы, туда 500 тысяч, туда 500 тысяч, туда 500 тысяч. И как бы набегают большие, вот был праздник, там опять спортсменам надо, пловцам надо, этим надо. То есть, как бы, где денег взять, да, очень тяжело. И самое главное, что деньги могут, мне так кажется, все-таки получить те общественные организации, кто лучше торгуется, а не тот, кто лучше работает. И если будет общественный центр, мы все друг дружку там будем видеть насквозь. Но помещений-то нет, вот в чем загвоздка, да? Мы же вроде уже анонсировали, что открывается центр центральный 53, но вы видите, вот это разваленное здание, ну, рухнет, ну, как бы. И все-таки я считаю, что лучше центр пусть будет меньше, но где-то в центре, где-то Щелково. Дело в том, что там ни подъехать, ни встать, и как бы действительно, ну, вот мы знаем сейчас все и пожароопасность, а это все-таки, если туда совет ветеранов переедет, это же люди все-таки пожилые, они там моложе-то не становятся. Конечно, должно быть все уже более-менее по-современному. Сейчас мы вышли там вот на другой адрес, Алексей Васильевич рассматривает этот вопрос, я думаю, что, ну, наверное, к концу, наверное, лета решит точно положительно. Потому что сегодня уже, я еще раз говорю, что без общественников, реальных общественников, ни одна администрация не может двигаться вперед, то есть, как бы, тогда администрация будет работать для администрации. А вообще у нас любая администрация работает для населения. А чтобы услышать население, вот нужны общественные палаты, общественные организации и так далее. Ну, и встречи с жителем, которые сейчас, слава богу, практикуются руководителем администрации во всех поселениях. Я уж не знаю, но вот на скольких я встречах бывал, там, действительно, у нас сегодня шил, ты в мешки не утаишь. Если раньше, например, едет руководитель администрации, ему сейчас там 12 человек подогнали, типа, давай, ты сейчас этот вопрос задашь, сейчас не так, сейчас все равно люди все знают и приходят на прием самостоятельно. И услышать этих людей, которые неподготовленные, дорогого стоит. То есть, как бы, я благодарен, что сегодня вот эти принципы, о которых я всегда мечтал, ну, лично я, то есть, как бы, чтобы люди были услышаны. Мы всегда говорим, житель всегда прав. Какой житель, который за западный обход или против западного обхода, который сейчас есть, какого мы жителя должны услышать? А для этого и существует и общественная организация, и общественные палаты, и специальные комиссии, и свой взгляд, и администрацию Совета депутатов. Я вот сегодня благодарен, то, что у нас тоже неким образом, не сказать, что мы там очень сблизились, да, но вот сегодня у нас есть проекты совместно с Советом депутатов района. То есть, я вот благодарен Надежде Владимировне, что, как бы, тоже вот она понимает, что общественность должна быть. Администрация, мы же во всех комиссиях администрации района практически участвуем. Это тоже немаловажно, я вам говорил уже об этом, то, что на нулевом уровне разработки того или иного документа, постановления, решения, там, желания. Вот сейчас к нам приезжал замминистра Жилкина. Александр Борисович, у нас, если честно, у нас буквально три минуты, три минуты, и не могу никак обойти самую, наверное, болезненную тему, которую, естественно, постоянно держит наша администрация районная на контроле, ну и, естественно, без общественников тоже не обходится. Это, конечно, и расселение ветхого жилья программа, и, конечно, контроль за сферой деятельности ЖКХ. Что делается в этом направлении? Я узнаю, давайте покороче, это вообще основное, с чего мы начали свою работу, потому что вот все остальное, оно как бы уже нарастало-нарастало. Щелково, опять же, самое, ну, одно из плачевных состояний, это, ну, наверное, в других городах тоже так, но у нас ветхое жилье. Да, вот этот мониторинг постоянно, в комиссии мы всегда, и в градостроительные, и в какие только мы не входим, с жителями там встречаемся, то есть они пишут. Сегодня, опять же, вот Воронок наш многострадальный, я говорил, что все мои друзья едут, мы их посылаем не через Воронок, а через Королев в гости, чтобы приехали. И вот получается, что надо его расселять весь, и, конечно, вот сегодня пятый, седьмой, там, двадцатый микрорайон, они там застраиваться будут. Очень важно, что сегодня зам, руководитель администрации сам выходит к жителям, застройщиками, рассказывает. То есть вот нет вот того вот этого сплетнического варианта. Люди собрались, услышали, все, вот там в общественной палате делать уже нечего, где власть вышла к народу, объяснила, дала обещания, все это заснято, все это сейчас все фиксируют, и документально. И поэтому человек, вот сейчас люди, они не бухтят, они не шумят, они понимают, что в восемнадцатом году, там, или кто-то в семнадцатом, восемнадцатом году, вот тут у них будет стоять дом, и они туда переедут. Я уж, времени у нас мало, я, конечно, много бы мог сказать. Вопросы ЖКХ, вы знаете, мы как бы, я просто хочу сказать, что вот у нас и круглые столы, и совещания ежедневные, еженедельно, вот замминистра Пухова приезжала, Мельник приезжал на круглый стол замминистра ЖКХ, сам министр ЖКХ вот сейчас по военным городкам ездит в Московской области, да вот. И как бы Пухову сказал, я, говорит, поняла, без общественной палаты я не буду ни одного совещания здесь проводить, потому что сидела, замы, вы знаете, у Алексея Васильевича меняются, а наши честные принципные девчата, они сидят всегда. И вот, знаете, был какой-то в облдуме совещание, там тоже говорили по Щелкову, даже сам министр уже доложил, что в Щелкову хорошо, а этот губернатор стоит и говорит, Надежда Юрьевна, правда, вот, который зам по ЖКХ Гончарова, та встает, говорит, к сожалению, нет. Вот, казните ее, рубите, что угодно, она неправду не скажет, и это правильно, вот, любой руководитель должен услышать. И, конечно, вот, МОСОБЛ-ИРСК, круглые столы, вот, у нас проводили, я встал, говорю, не можете работать, если вы не можете организовать работу, уходите. Это мой чистый человеческий, опять, подход. Спасибо, Александр Борисович, за ответы на вопросы, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Деалог» был председатель общественной палаты Щелковского муниципального района Александр Макаров. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Продолжение на два часа. Продолжение следует...